Привет! Мы встречали с Москвой Агнесса Арбина на Урбан Форс. Если нужна помощь, то мы с вами можем походить, показать места. Да, замечательно. Чем ты занимаешься? Архитектор по специальности. Сейчас работаю в администрации города. В основном административный округ Кентрон, то есть центр. То есть ты работаешь в администрации центрального округа и ты архитектор. Потрясающе. Ты не боишься, что тебя уволят после того, что ты связалась с нами? Нет, честно говоря, потому что наш новый мэр старается следить за новыми тенденциями урбанистики и старается, чтобы людям было удобно. Ереван был городом-деревней. И тут не жили армяне. Они сюда приезжали продавать. Но их было меньше, чем других. И когда стала Армения Советской Республикой, сюда послали архитектора, который учился в Петербурге в архитектурном институте, Александра Томаняна, чтобы он создал город. Отметим, что территория, на которой расположен город Иреван в разные периоды времени, находилась в составе таких государств, как Урарту, Сасанидов, Арабского Халифата, Саджидов, Шаддадидов, Сильджуков, Эльдегезидов, Эльханидов, Теймуридов, Гарагаюнлу, Ахгаюнлу, Сефевидов, Афшаридов, Каджаров. В средневековых исторических источниках название города дается как Риван и Иреван. Согласно переписи 1913 года, 87% населения Иревана составляли азербайджанцы. Азербайджанский город Иреван и его окрестности были переданы армянам для создания своего государства на основе решения Национального совета АДР от 29 мая 1918 года. При этом там жестко оговаривалось, что армяне снимают все территориальные претензии ко всем государствам региона, в том числе претензии на Карабах. Но армяне не выполнили это требование. Продолжение следует...